Приветствую вас. Во-первых, любовь не имеет ничего общего с одиночеством от слова «совсем», от слова «вообще». И, как бы, это очень разные вещи. Любовь – это желание что-то человеку дать. Любовь – это принятие полное и безусловное человека. А одиночество – это не принятие себя. Тоже полное. Тоже полное, кстати говоря. Вот. И в этом смысле, в этом смысле, я думаю, что вы тяготитесь с собой. Я думаю, что вы тяготитесь с собой. Что вы себя тяготитесь сами. Вот. И я думаю, что надо в первую очередь поисследовать вот этот элемент, почему вы сами себя тяготитесь. Чем вы сами себя тяготитесь. Если вы тебя тяготитесь, конечно. Потому что одиночество – это все-таки вот именно такая история, что мне тяжело, сложно принять себя. Себя. Да. Такой. Вот, собственно, какая я есть. Вот. Вот. И это первое, на что нужно обратить внимание. Это первое, на что вам желательно набрать. Почему вам, ну, грубо говоря, некомфортно с собой, самой с собой. Вот. И уже, соответственно, дальше уже можно будет что-то делать, да. Вот. Значит, очевидно, очевидно, что вы боитесь, ну, вы боитесь близостей. Вот. У вас есть такой вот страх, ну, близости. Вот. И, соответственно, нужно смотреть, почему вы боитесь близостей. Как правило, это проблема личных границ. Как правило. Конечно, это не всегда связано с личными границами. Но, как правило, это связано с этим. Вот. Есть, конечно, такой еще вариант того, что у вас был негативный опыт. Абсолютно. 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 И теперь вы боитесь. Теперь вы боитесь просто вот. Того, что он негативным опытом как-то повторится, может быть. Вот. И вам будет очень, ну, вам будет очень больно. Вот. Я, конечно, не утверждаю этого сейчас наверняка. Вот. Но я говорю просто о том, что может быть. Вот. Дальше очень важно понимать, зачем вам, допустим, отношения. Как вы относитесь, допустим, к своему возрасту, который вас, очевидно, тоже беспокоит, напрягает и так далее. Вот. А это очень важные моменты, на которые мне кажется, тоже нужно обратить внимание. То есть, сейчас ваша такая вот сверх мотивация быть в отношениях, она вам ни много ни мало мешает. Вот. Потому что вы не чувствуете себя как-то вот свободны, да? Вы чувствуете, что вам слишком заинтересованы в том, чтобы быть в отношениях. Это, конечно, порождает такой не очень естественный, мягко говоря, ход развития ваших взаимодействий. С мужчинами. С мужчинами. С мужчинами. То есть. Это. 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 Да, именно свои проблемы, за счет других людей, вот, в данном случае за счет мужчин, вот, за счет мужчины, вот, и соответственно, как бы, желательно, чтобы вы постарались, чтобы вы постарались взять на себя личную ответственность за, вот, то, что с вами происходит, за то, что вы хотите, за то, что вам нужно, вот. Мне кажется, это куда более актуально, да, чем, например, вот та модель, которую вы выбрали сейчас, вот, то есть, мужчина, как, значит, средство, да, как способ, избежать одиночества, вот, мне не кажется, это чем-то таким хорошим, мне не кажется, это чем-то таким позитивным, вот, для вас, для вас. Напротив, мне кажется, что вам это только вредит, вам это только мешает, вот, и не позволяет чувствовать себя свободно, чувствовать себя защищенно, чувствовать себя комфортно, вот, и не позволяет вам выстраивать отношения, собственно говоря, с мужчинами, такие отношения, которые были бы вам приятные, комфортные, которых вам было бы хорошо, вот. И я, если честно, не удивлен этому, потому что вы сейчас, на мой взгляд, не можете воспринимать мужчин, как таковых, вот, из-за своего возраста, из-за отношения к возрасту, вы понимаете, воспринимаете мужчин исключительно, как, возможности для реализации, вот. Также я уверен, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть, вот, я уверен, потому что вы говорите, что не можете открыться, значит, 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 вы боитесь, что вам сделают больно, если вы боитесь, что вам сделают больно, значит, вы сами, как, имеете, имеете такое, вот, ну, не очень, не очень позитивное отношение к себе, себе и к тому, что, чтобы быть естественной, да, чтобы, чтобы, спонтанно, естественно, и свободно проявлять себя в отношениях, в отношениях, вот. Я вас не обвиняю, но, как бы просто говорю, что принять на себя нужно работать, вот. Что касается того, где кого искать, то не гулять по парку нужно, а заниматься, заниматься определенной деятельностью, желательно некоммерческой, вот, и, собственно, в таком случае вы сможете, благодаря своей деятельности, встретиться с человеком, который вас оценит, который вас поймет, вот, человек, который увидит вас, перед которым вы раскроетесь не как-то, вот, как вы думаете сейчас, а раскроетесь, ну, скажем так, естественным образом, вот, раскроетесь естественным образом перед этим человеком, просто благодаря, вот, своей деятельности, которой вы будете, там, к примеру, заниматься, вот. И это, в свою очередь, позволит вам построить крепкие отношения, основанные не на гендере, как это сейчас у вас происходит, не на гендере, да, а именно на, вот, том, как человек вас принимает, как вы сами человека принимаете, и видите, видите ли вы его, вот, и, соответственно, в дальнейшем у вас все будет нормально. Так вы просто сейчас упоминайте человека, который пытается найти то, что ему нужно, но при этом найти это он пытается в других людях, не в себе, не в себе самом. Вот, так что вначале это работа с внутренней гармонией, с обретением внутренней гармонии, с поиском, с поиском ваших смыслов, с поиском ваших интересов, с организацией вашей самостоятельной жизни, вот, и после уже все само-само собой пойдет, вот. Ну и, понятное дело, сегодня расставить вопрос, а для чего вам отношения с мужчиной, зачем вам вообще мужчина, вот, и также помочь вам освободиться от возрастных стереотипов, которые у вас имеют место быть. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.